Всем доброе утро! Сегодня я решила снять для вас влог. Начну я со своего обычного завтрака. Последнее время я питаюсь именно так. Овсянку делаю очень быстро, буквально за 5 минут. И добавляю туда или банан, или апельсин, или яблоки, или апельсин вместе с яблоком. И также начала добавлять изюм. Кстати, по поводу изюма я для себя такой факт открыла. Может это всем известно, но вот я узнала об этом только недавно. Я вообще изюм терпеть не могу, но меня постоянно уговаривали. Это полезно, попробуй, ну как бы со временем может он тебе начнет нравиться. Я наотрез всегда говорила, фу-фу-фу, гадость, я не хочу это есть. Ну вот просто мне на вкус не нравится, хотя виноград я очень люблю. И вот, однажды я все-таки решила добавить в мультиварку. И поняла, что он после мультиварки превращается обратно в виноград. Ну конечно не внешне, а по вкусу. И вот таким образом я начала есть изюм. Поэтому, если вы не любите изюм, то попробуйте приготовить его с кашей в мультиварке. И тогда вот он, повторюсь, будет на вкус, как обычный виноград. И возможно вы также начнете его есть, потому что он действительно полезен. У меня здесь совсем чуть-чуть уже изюма осталось. Но я, кстати, очень много не добавляю. Чуть-чуть совсем. Вот этого мне хватит на всю кашу. Вот я кидаю изюм. Потом беру мерную чашечку. Кроме меня, по утрамам санку никто не ест, поэтому я готовлю только на себя. Насыпаю вот такую вот чашечку. Половинку где-то. И высыпаю сюда. Мелкозерновые. Вот, пока перевела с украинского на русский. Вот, и в два раза больше воды наливаю. Сейчас, секундочку, возьму воду. Так как я поздно встала и уже голодная, поэтому пока нарезала пол апельсина, я уже слопала. И вот половинку небольшого яблочка я нарезала. Бананы добавляю очень-очень редко. Честно говоря, они вообще для мужа лежат. Я их не очень люблю. В детстве я их однажды переела и все, с тех пор не ем. Ну, как не ем? Иногда ем, но когда уже совсем никаких фруктов в доме нет, тогда уже могу поесть бананы. И каждое утро я делаю себе вот такую вот большую чашечку или стаканчик, как это правильно назвать, воды с лимоном. Самая обычная вода. И вот так вот я издеваюсь над лимоном. Не нарезаю его, а просто вот выдавливаю, выдавливаю, пока он совсем не закончится. Продолжение следует... Три страуса в загоне. Что-то придумывают новое каждый год. Вот Пепел красавчик. Ух ты, какой хвостик красивый. Ух ты, крикун. Такой громкий. Смотри, смотри, смотри. Ищи, ищи, даю. Красивый какой. Петя или что? Петя? Почему Петя? Хомяк. Такой хороший. Ты не кролик, ты хомяк. Короче, вчера было красотища и в парке погуляли, а сегодня дождь и я, как слышите, заболела. И чем вы думаете, я решила заняться, так как мне скучно? О, да, я буду делать себе эпиляцию. Этот наборчик я вам уже показывала, ничего тут такого особенного нет для домашнего использования. Две упаковочки с самим сахаром, здесь пудра, крем после эпиляции. Это также сахарная паста, только другой торговой марки, спрей дезинфицирующий и деревянные палочки. Где я все это заказывала, оставлю вам внизу, в описании, потому что не помню, нужно поискать. И что я вам хочу сказать, ничего сложного, в принципе, в этом нет. Мне удобно удалять волосы на ногах от пяточки, скажем так, и чуть выше колена. Кому интересны более тщательные подробности по поводу сахарной эпиляции, я вам оставлю где-то вот здесь ссылочку на видео, где мастер полностью об этом рассказывает, что да как, и показывает, как именно мне проводят эту процедуру. Хочу также показать вам вот такие вот, наконец-то я себе заказала флеш-тату. Очень долго я их себе выбирала, и обязательно оставлю вам ссылки. Я заказывала в одной из групп ВКонтакте, долго искала и нашла. Вот такие классные, я вообще от них в восторге. Очень это сейчас модно. Бейонсе вся в них обклеенная ходит, Вера Брежнева. Они такие есть разнообразные, и в золоте, и в серебре. Здорово, супер, я безумно довольна, очень их хотела. И сейчас вот обклеиваюсь, вот у меня со вчерашней наклейки остались только три штучки. Клеится очень легко, при помощи воды и мягкой губки. Ну, я, наверное, вставлю, вам покажу. Так что вот, классно, осталось только немного загореть. Я вчера, девчонки, удивила сама себя, решила посмотреть супермодель по-украински. И что я вам хочу сказать, думала, что меня не хватит больше, чем на 10-20 минут. В конечном итоге я посмотрела 4 выпуска подряд. И сейчас, когда буду убирать в комнате, также буду досматривать, что же там дальше. Если вы смотрели, расскажите, как вам это шоу. Я, честно говоря, всю жизнь мечтала учиться на психолога, но больше на детского психолога, наверное, потому что очень люблю детей. Но тут я вам говорю, по этим всем шоу, как «Холостяк», «Супермодель по-украински» и так далее, по ним можно диссертацию, наверное, психологу защитить, потому что, ну, такое чудо, девчонки. Люди — это, конечно, настолько уникальные существа, настолько мы все разные, настолько по-разному реагируем на что-то. И, наверное, именно за это я настолько люблю людей, вообще очень люблю людей, потому что мы все разные, все уникальные, настолько интересные. И как же мне понравилась вот эта девочка. Сейчас я увеличу картинку. Она здесь, правда, не в очень удачном ракурсе, но какие глаза потрясающие! Наверное, самые красивые глаза, которые я видела. Эта передача уже закончилась, поэтому я смело досматриваю ее до конца. Мне интересно, кто выиграет, поэтому не говорите мне никаких спойлеров. Еще хотела вам рассказать, что у меня немного поменялось мнение об вот этом продукте. Это Лукас Папай, бальзам для губ. Ну и не только для губ. Пишут в интернете, что многие селебрити его и просто как крем для лица используют. Так вот, он мне понравился, но я говорила, что ничего такого супер особенного. Но! Недавно я попробовала новый способ удаления волос над верхней губой. Это такая пластинка-шлифовка. Ну, я об этом расскажу потом. Так вот, у меня очень сильно начала шелушиться кожа. Невероятно сильно. Ну, просто как будто я обморозила ее, и лопухи просто слазили. И именно вот этот бальзамчик меня спас. И я таким способом удаляла волосы и над верхней губой, и также на ножках. Неделю я наносила различные лосьоны для тела, ничего не помогало. А вот когда нанесла на кожу вот этот бальзам Папай, за два практически нанесения, все шелушения прошли, и кожа очень сильно и очень хорошо увлажнилась. Поэтому в этом плане я бы купила вот этот бальзам не в тюбике, а в огромной банке. Продаются они в этих больших банках. И вот использовать на тело очень классно. Вчера я сняла для вас, наконец-то, видео об уходе за стопами и про шоль. Я это видео уже снимала, и снимала его в Киеве. Но, к сожалению, качество видео получилось плохим. Пришлось все переснимать. А я больше всего не люблю это переснимать видео, когда оно уже было и практически готовое было. Это очень злит. Поэтому начинать с нуля всегда очень не хочется, очень неприятно. Но пришлось, потому что эта тема интересна для вас, и для меня она интересна. Поэтому я решилась и сняла вчера снова это видео. Буду монтировать. И я думаю, что на неделе оно уже выйдет для вас. Желаю вам хорошей погоды, солнышко за окном. Сейчас уже так тепло, птички поют. У меня окно сейчас открыто. Вам, наверное, слышно и птичек, и машины, и дети там на площадке гуляют. Так что я вас всех очень сильно люблю. Ставьте пальчики вверх, если вам нравятся влоги, чтобы я знала об этом. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока!